Вы смотрите новости на телеканале СКАД, в студии Никита Галочкин. Здравствуйте! За участниками ЕГЭ будут наблюдать более 5000 специалистов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отмечают, что методы борьбы со шпаргалками и списыванием на едином госэкзамене отработаны годами. С подобными лазейками борются с помощью общественных наблюдателей и видеокамер. Все школы, кроме тех, где плохо ловит интернет, проводят экзамен в онлайн-формате. За каждой аудиторией в прямом эфире наблюдают более 5000 специалистов. В Самаре самолет не смог взлететь из-за неисправности. Все случилось в аэропорту Курумыч. Борту Самары-Ереван пришлось вернуться на стоянку. Как выяснилось, самолет Су-95 был вынужден отложить вылет из-за поломки системы навигации. Возврат с предварительного старта на стоянку произошел из-за пропадания сигнала GPS, сообщили в телеграм-канале Авиа-Инцидент. Известно, что рейс Самары-Ереван выполнялся авиакомпанией «Россия». В Самарской области продолжается конкурс по профессиональному мастерству «Обилимпикс». Более тысячи участников, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями демонстрируют свои навыки в 45 компетенциях. Наиболее массовые по количеству конкурсантов дисциплины в сфере услуг и общественного питания. О том, как создают кулинарные шедевры, расскажем далее. Крокодил Гена, Карлсон и другие персонажи из советских мультфильмов. Они не только выглядят как на экране, но еще и съедобны. Фигурки из мастики вылепили школьники. Это одно из заданий на конкурсе по профмастерству «Обилимпикс». В этом году региональный конкурс «Обилимпикс» включает в себя 45 компетенций. Среди них кондитерское дело и поварское дело. Традиционной площадкой для этих дисциплин стал Самарский техникум кулинарного искусства. Компетенции в сфере общепита – одни из самых популярных среди школьников. Уровень подготовки очень высокий конкурсантов. Мы как бы стремимся к этому. Задания усложняются из года в год, но дети готовы. У них в этом году лепка из мастики на тему «Союзмультфильм». Делает две одинаковые абсолютно фигурки массой не более 80 грамм. То есть это очень важно для оценивания получения набранных баллов. Разукрашивает самостоятельно, лепит самостоятельно и самостоятельно дает презентацию. Конкурс «Обилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходит в Самарской области с 2016 года. С каждым разом компетенций становится все больше, а задания разнообразнее. Все это дает возможность участникам самореализоваться, улучшить свои профессиональные навыки, а главное – обрести дело жизни и трудоустроиться. В этом году появились такие компетенции, как ресторанный сервис, дизайн плаката, робототехника, бисероплетение, сухое строительство и малярные работы. В рамках года педагога и наставника 2023 года появилась новая компетенция «Педагог дополнительного образования». Все эти компетенции – это уникальный ресурс для того, чтобы наши ребята, как школьники, так и студенты, могли профессионально и лично самореализоваться. В этом году в конкурсе приняли участие более тысячи человек со всего региона. По итогам лучшие из конкурсантов получат возможность показать свои навыки на национальном этапе. Никита Галочкин, Игорь Кузьмин, СТВ. В Самаре обнаружили самый высокий уровень загрязненности воздуха по итогам 2022 года. В общей сложности в стране зафиксировали 209 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. 60 из них – в Самаре. Кроме того, в 2022 году произошло три особенно масштабных случая загрязнения воздуха. Они распространились сразу на три региона – Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую области. Лидером антирейтинга «Самара» уже была в 2020 году. Эксперты связывают такие результаты с хорошим уровнем проверки. В городе ушли от того, чтобы собирать пробы воздуха вручную. Ситуация мониторится непрерывно. Массовая потасовка в Тольятти. Серьезное ДТП в Кенельке-Черкасском районе. Авария с пострадавшим в Приволжском районе и уголовное дело за телефонное мошенничество в Самаре. Подробнее об этом в обзоре происшествий. Массовая потасовка произошла в Тольятти. Все случилось на улице Жилино. Полицейские установили, что между соседями из одного подъезда произошел конфликт. Причина – незначительное ДТП во дворе дома. В ходе конфликта один из участников получил телесные повреждения. По его словам, цыгане толпой напали на него. В результате он самостоятельно обратился в больницу. После осмотра врачей ему рекомендовано амбулаторное лечение, рассказали в полиции. В настоящее время все участники конфликта установлены. Сотрудники полиции продолжают устанавливать свидетелей и выяснять все обстоятельства происшествия. Серьезное ДТП произошло в Кенель-Черкасском районе. По информации полицейских, водитель 1987 года рождения, лишенный прав, ехал за рулем Лады Приоры. Ехал по трассе со стороны поселка Садгород в направлении села Чернигово. В пути он не справился с управлением и съехал в Кювет. У водителя выявили признаки алкогольного опьянения. Его госпитализировали. Еще одна похожая авария произошла в Приволжском районе. По данным полицейских, водитель 1980 года рождения за рулем Лады Гранты двигался со стороны Самары в сторону поселка Новоспасский. В пути он не справился с управлением и съехал в Кювет. Машина перевернулась. В результате ДТП водитель был доставлен в больницу. В Самаре 51-летняя жительница попалась на уловку мошенников и лишилась денег. На телефон потерпевший пять дней подряд звонил неизвестный и убеждал, что ее помощь нужна правоохранительным органам. Якобы злоумышленники взяли по ее данным кредит, и чтобы поймать мошенников, необходимо взять кредит самостоятельно и перечислить на указанный счет. Женщина выполнила все условия. После поняла, что ее обманули, обратилась за помощью в настоящую полицию. По данному факту возбудили уголовное дело. Самарцам стоит быть аккуратнее под открытым солнцем. По данным известного сервиса по прогнозу погоды, 19 и 20 мая ультрафиолетовый индекс составит 8 баллов. Такое значение считается высоким уровнем ультрафиолетового излучения. Активное солнце может негативно влиять на кожу, ускорять ее старение и способствовать развитию онкологии. Загорать не рекомендуется людям при некоторых заболеваниях. Чтобы хоть как-то защититься, нужно использовать специальный солнцезащитный крем. Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в Самарской области на ближайшие дни. Так, 19 и 20 мая на территории региона будет комфортно. Ночью температура воздуха ожидается в районе плюс 5, плюс 11 градусов. Днем же плюс 19, плюс 24. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Осадков не ожидается. В небе ожидается переменная облачность. Последующие дни, 21 и 22 мая, существенных осадков также не ожидается. Ветер сменит свое направление и подует с юга-востока. Порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха не опустится ниже 8 градусов в ночные часы. А днем, возможно, и летние показатели. До 28 градусов тепла. На сегодня это все. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Смотрите наши новости в телеграм-канале. На ваших экранах QR-код. Сканируйте его камерой приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok